В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. Здравствуйте! В студии Наталья Буслаева. В начале выпуска коротко об основных событиях. В деревне Петрушина состоялась встреча жителей с начальником территориального отдела. Сразу выхожу, смотрю проблема, в чем состоит. Сразу направляю ответственным лицам, которые должны эту проблему решать. Завал строительного мусора на Симферопольском шоссе 27 ликвидировали раньше положенных сроков. Мы проконтролировали, увидели, что действительно работы проведены. В Расторгуеве заработал физиотерапевтический кабинет в офисе врача общей практики. После пневмонии человек, который выздоровел уже, ему надо немножко долечиться. В деревне Петрушина состоялась встреча жителей с начальником территориального отдела Расторгуева Татьяной Поляковой и председателем Совета депутатов Ленинского городского округа Станиславом Радченко. На собрании были рассмотрены вопросы, волнующие местное население. Подробнее в нашем сюжете. Инициатором встречи стал председатель Совета депутатов Ленинского городского округа Станислав Радченко. Вместе с начальником территориального отдела Расторгуева они приехали в Петрушина. Основной вопрос, волнующий людей, когда будет сделан ремонт дорог в старой части населенного пункта. И переулки там, в общем, где люди живут, тоже многие не обустроены. Даже вот никаких там, хотя бы какой-то гравий там сделать. То есть, ну, пока вот работ нет. На собрании руководители разъяснили, что к дорожным работам приступят уже в середине августа. В целом же в деревне уже многое сделано. Ямочный ремонт у вас будет в этом году. В этом году вот уже часть дорог сделана. Спортивная площадка выполнена. Контейнерные площадки в прошлом году сделали. Это хорошо, конечно. Ну, детскую площадку сделали. Финансирование ямочного ремонта дорог на территории деревни Петрушина будет производиться из бюджета городского округа. Ямочный ремонт, это прямо в ближайшее время. Я вам обещаю, он будет. Мы сейчас посмотрим просто по месту, где это надо скоротечно сделать. На сегодняшний год, естественно, уже деньги, которые были заложены, уже отконтрактованы, то есть отыграны уже конкурсы. И специализированные организации уже по каким-то видам работ будут заходить. Также жители жалуются на шум от железной дороги и трассы М4 Дон. Электричка, она вот временно проехала. Трасса будит все время с раннего утра до позднего-позднего вечера. Как пообещал Станислав Радченко, будет проведена экспертиза и принято решение. Еще один вопрос, который был поднят на встрече – незаконный сброс канализации. Возникла угроза отравления водоносного слоя, так как у некоторых жителей на участках установлены колодцы. Руководителем территориального отдела будет организована административная комиссия и определены виновные. В режиме онлайн ваши все обращения поступают ко мне. И я, в принципе, отрабатываю именно в таком ключе. То есть сразу выхожу, смотрю проблема, в чем состоит. Сразу направляю ответственным лицам, которые должны эту проблему решать. Также на встрече пояснили, что в деревне Петрушина будут продолжены работы по благоустройству. В планах – обустройство тропинки к спортивной площадке и установка зеркал на дорожных поворотах. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Евгений Садовский, Видное ТВ. Медицинские учреждения после вспышки коронавируса постепенно возвращаются к обычной жизни. Так заработал физиотерапевтический кабинет в офисе врача общей практики в Расторгуеве на улице Вокзальной. Ожидается возобновление услуги и в других лечебных учреждениях. О том, повлияет ли на их работу пандемия, расскажем в нашем следующем сюжете. В этом году в связи с пандемией коронавируса с начала мая все кабинеты физиотерапии в муниципалитете были закрыты. И вот, наконец, теперь пациенты смогут пройти необходимые процедуры. Первым на прошлой неделе заработал физиотерапевтический кабинет в детской поликлинике. Затем в офисе врача общей практики в Расторгуеве на вокзальной 8. В этом кабинете мы можем делать электрофорез, мы можем делать ультразвук на колени, на локте, лечение проводить. Мы можем делать здесь магнитотерапию. У нас есть еще аппаратик очень хороший, СМТ, амплипульс, который очень хорошо помогает больным обезболивать остеохондрозы. Также физиотерапевтические процедуры помогают восстановиться после перенесенных вирусных и бактериальных инфекций, в том числе пневмонии. После пневмонии человек, который выздоровел уже, ему надо немножко долечиться. Мы их долечиваем электрофорезом, следазой, магнитолазер делаем тоже на легкие. Реабилитация у нас идет для пневмонии, остаточное явление пневмонии. Пациентов в физиотерапевтическом кабинете немного, принимают на процедуры строго по записи. Медики обеспечены средствами индивидуальной защиты. Также увеличено количество санитарных обработок помещения и техники. Обработку, конечно же, мы делаем. Кушетки обрабатываем после каждого пациента. Обработка делается намного чаще. Кварцевание кабинета, проветривание. Также физиотерапевтические кабинеты работают в офисе врача общей практики на строительной 17, в амбулаториях Новодрожино и Бутово парка. Часы работы по будням с 8 до 14 часов. Направление на процедуры можно получить у участкового врача и узкопрофильных специалистов взрослой поликлиники. Екатерина Борисова, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ. Сегодня в нашей постоянной рубрике по адресу съемочная группа «Видное ТВ» вернулась на Симферопольское шоссе 27, где еще месяц назад один из съездов был завален строительным мусором. Как сейчас здесь обстоят дела, расскажет Юлия Погасьян. Так съезд с Симферопольского шоссе возле дома номер 27 выглядел в конце июня. По обращению местных жителей, наша съемочная группа приезжала сюда, чтобы самостоятельно убедиться. Проезжая часть действительно превратилась в свалку. Люди говорили, что сюда регулярно приезжали грузовые машины и сбрасывали строительные отходы. И не только. Сотрудники госадом технадзора нарушения зафиксировали, выписали собственнику земли штраф и обязали очистить территорию до 22 июля. Каждый собственник должен следить за своим участком. И это всем, я могу сказать, жителям Ленинского района, и всем предпринимателям, и всем юридическим лицам, у кого в собственнике находятся земельные участки. За ними надо следить. И вот смотрите, засыпано там был какой объем большой. В том репортаже вы все видели. Какой был большой объем, но собственник, который выдан на предписание, он все выполнил. Администрация и госадом технадзор работают. Как оказалось, собственник участка, а это крупная строительная компания, о ситуации впервые услышал от госадом технадзора и сотрудников администрации Ленинского городского округа. К мусору на проезжей части отношения он не имеет. Однако очистить территорию не отказался. Выехали на место, масштаб бедствия оценили, и сразу нам определили сроки, что до 10-15 июля свалка будет ликвидирована, и въезд на нее на территорию, на земельный участок ограничен. После этого мы проконтролировали, увидели, что действительно работы проведены. Только вот складывается впечатление, что участок не очистили от мусора, а просто засыпали землей. На самом деле никто его не засыпал, просто есть такое понятие, еще как рекультивация участка, да? То есть необходимо было снять слой вместе с отходами, вывести, ну и естественно его отсыпать в почвенный грунт и привести в соответствие. Переговоры с собственником продолжаются. Сотрудники администрации Ленинского городского округа просят его до конца зачистить имеющийся мусор и, быть может, в будущем поставить бетонное ограждение, чтобы наверняка ограничить въезд несовестливых граждан. Юлия Погасян, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ. Этот проект первым в России успешно прошел экологическую сертификацию по системе Green Zoom City, особому стандарту в строительстве, который предполагает энергоэффективность, бережное отношение к природе и определенные требования к организации дворовых пространств. Речь о мини-полисе «Дивное», который возводится рядом со стадионом «Металлург». Что же такого особенного в этом жилом комплексе, выясняла наша съемочная группа. Более 18 гектаров жилой застройки, 16 монолитных домов средней этажности от 4 до 8 этажей, свыше 2000 квартир, где новоселье справит порядка 4000 человек, свой торговый центр с фитнес-клубом и многоуровневый паркинг. Таким видят современное жилье комфорт-класса создатели концепции «Мини-полис Дивное». Потенциальный покупатель, который, в принципе, рассматривает наш мини-полис, это молодые семьи, это люди, которые проживают в Москве и хотят получить наиболее, так сказать, больший комфорт в экологичном месте, не уезжая далеко от непосредственно самой Москвы и имея хорошую транспортную доступность. Во-первых, это и малое количество людей, которые проживают в комплексе, это доступная среда, которая здесь есть, и развитая инфраструктура. Монолитные дома с вентилируемыми фасадами, обилием прямых линий и большими окнами – словом, европейский стиль, адаптированный с учетом российского климата. К слову, проект первым в России успешно прошел экологическую сертификацию по системе Green Zoom City – особому стандарту строительства, который предполагает энергоэффективность, бережное отношение к природе и определенные требования к организации дворовых пространств. Все это позволит будущим жителям не только сэкономить на коммунальных платежах, но и бережно использовать природные ресурсы, минимизируя вред окружающей среде. Сама концепция мини-полис предполагает собой то, что это безбарьерная среда, и у нас здесь предусмотрены дворы без машин, и очень много парков, которые располагаются именно внутри. Сквер, центральный бульвар и спортивные площадки, ну как минимум это будет 15. Человек, когда у него наступает выходной день, он не стремится покинуть тот двор и ту среду обитания, где он может получить, здесь все рядом. Планируется построить также начальную школу и детский сад. Большое внимание создатели проекта уделили спорту. Помимо непосредственной близости к стадиону «Металлург», в самом Дивном появится мини-футбольное поле, теннисный корт, баскетбольные и волейбольные площадки и зона воркаута. Ну и обязательный элемент всех мини-полисов – соседский клуб. В каждом мини-полисе есть соседский клуб, это как досуговый центр, где жители могут, в общем-то, даже работать, непосредственно проводить какие-либо занятия, кружки. Но первоначально мы проводим мастер-классы для жителей, а потом жители проводят для своих соседей. До пандемии коронавируса будущие жители Дивного смогли принять участие в приготовлении гаспачо под руководством повара-испанца. Изучали иностранные языки, проконсультировались с диетологом и стилистом, а также вместе занимались скандинавской ходьбой. В пандемию общение жителей переместилось в онлайн-пространство. Проводились прямые эфиры, также встречи с интересными людьми, то есть старались активно работать в это время тоже. И вот мы думаем, что даже сейчас мы оставим какую-то часть нашей работы в онлайне, потому что от этого уже никуда не уйти. Таким образом, к долгожданному новоселью, а первая очередь будет введена в эксплуатацию уже в начале 2021 года, многие жители смогут стать добрыми друзьями. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Евгений Садовский, ВИДНЭТВ. И это все на сегодня. В студии была Наталья Буслаева. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова